Глава шестая Воины света и тьмы заключают мир Блаженный Шука сказал О государь! Вняв молитвам богов, владыка, устранитель бремени, предстал перед их взором. Тело его сияло, словно тысячи солнц, разом взошедших на небосклоне. В сиянии том исчезли небо, земля, десять сторон света и даже сами взирающие. В сиянии том невиден был и его источник, Господь Вседержитель. Но милостью Своею Всевышний явил Творцу и Небожителям свой невиданной красоты облик. Величественный очерк смуглого, светотемного лазурина лица пленил взоры богов. Глаза его, точно лепестки розового лотоса, светились благодатью. Бедра прикрывала легкая золотистая ткань. Нежный лип его касалась едва приметная улыбка. Темные дугой брови. В ушах поблескивали изящные зерки. Чело покрывал золотой убор, усыпанный драгоценными каменями. Талию подбирал тонкого шелка пояс, расшитый золотой нитью. Запястья его украшали обручи с искусной финифтью. На щиколотках нежно позванивали лучезарные колокольчики. Шею обнимало ожерелье ослепительно-белого жемчуга. С плеч не спадала гирлянда розовых лотосов. На смуглой груди, где навсегда приютилась ее величество удача Лакшми, красовался волшебный камень Кауступха. В руках верховный повелитель держал свое вечное оружие. Палицу и огненное колесо. Брахма, Шива и их небесное воинство пали ниц пред царем царствующих. Брахма сказал, «Я преклоняюсь пред тобою, О нерожденный, Чьих рождений нет числа. О бестелесный, Купающийся в океане Без мятежного блаженства, Кто величиною меньше точки, Чей облик невообразим, А природа непостижима. О лучший из лучших, Твой облик – предмет всеобщего преклонения, Воплощенная благодать. К тебе устремлены взоры И приверженцев святых таинств, Тантры, И исповедующих знания, Веду, Истяжателей, Тайных сил, Йоги. Я же, О мой повелитель, Вижу тебя В облике вселенной, Заключающей в себе Все три мира. О высший самодержец, В тебе заключено Все мироздание, До сотворения, В пору существования И после уничтожения. Как глиняный горшок Был, есть и будет землею, Так мир Был, есть и пребудет в тебе, Обернувшись небытием. Ты – начало, середина и конец Всего сущего. Над тобою нет закона, Но воля твоя – высший закон. Силы природы – Суть твои признаки. Создавая, поддерживая И разрушая мир, Ты являешь свою Обманчивую природу. Твою же истинную природу Видит лишь тот, Кто не связан мыслями С твоими заманчивыми признаками, Образами твоей внешней природы. Истину, Не имеющую свойств, Видит тот, Кто не очарован Ее внешними Меняющимися свойствами. Мудрые учат, Как огонь Извлекается из дерева, Молоко из плоти, Зерно из земли, Вода из почвы, Почет из труда, Так из рабства призрачного мира Можно извлечь блаженную свободу Подле тебя. Как гонимые лесным пожаром слоны Находят счастливое избавление В водах святой Ганги, Так мы, Теснимые воинами тьмы, Обрели спасительную благодать, Узрев тебя, О Господь, Из чего пупа Растет чудный лотос. Ныне сбылись наши Самые сокровенные чаяния. Представ пред нами, Ты затмил Все наши цели и достижения В прошлом и будущем. Мы, правящие силы природы, Склоняемся к твоим лотосным стопам И молим о заступничестве. Ничто не скроется От твоего всевидящего ока, Ни вовне, ни внутри нас. Потому мы Не живописуем свои беды, Но уповаем на ласку твою, Нашего любящего родителя, И молим Об избавлении. Я и повелитель гор Шива, Про отцы во главе с Дакшию И прочие боги, Лишь искры, Зажженные тобою Изначальным пламенем. Может ли часть Без помощи целого Найти согласие С такими же, как она, Частями? Ты всегда Помогал в беде богам И дважды рожденным, Потому заклинаем Не оставь нас В этот горестный час. Блаженный Шука сказал, Слушая мольбу небожителей, Царь царствующих уже знал, Какая беда Постигла его верноподданных. Когда они закончили, Господь молвил Голосом тысячи громов. Просители Стояли пред ним Молитвенно, Сложив ладони у груди. Воистину, Вседержитель способен В одно мгновение Воскресить падших, Но в назидание Своим чадом Бог богов Пожелал устроить им И себе Забаву С пахтанием Молочного моря. Всевышний сказал, О, Брахма, Шива и вы, Небесное воинство, Слушайте меня внимательно, Ибо в послушании мне Кроется ваше Избавление И благополучие. Заключите мир С воинами тьмы, Нечестивыми сынами Дити и Дановы. Ныне Их время, Время благословенных тьмою. Порою, Дабы выиграть войну, Приходится Сдружиться с врагом. Главная цель важнее Сиюминутной победы. О, Витязи, Не бойтесь показаться Мышью перед змеёю. Обманутый враг Наполовину разбит. Пообещайте демонам Раздобыть им Напиток бессмертия. Ни один смертный Не устоит Пред таким соблазном. Пусть это Будет вам предлогом Для мира. А когда завладеете Чудным сокровищем, Напоите им Своих падших братьев. Бросьте в молочный океан Плоды древесные, Травы, Коренья, Цветы и семена. И вспахтайте Эту смесь. Пусть мутовкой Вам послужит Гора Мандара, А вращать ту Исполинскую гору Вы будете, Обвязав её Моим змеем Восуки. Непривычные К мирному созиданию Ратники тьмы Скоро утомятся, И вы Легко завладеете Плодами Ваших Совместных Трудов. Соглашайтесь На любые Условия Демонов. Помните Упрямство Плохой Союзник В войне С сильным. Пусть Хитрая Уступчивость Будет Вашим Оружием. Первым Делом На поверхности Появится Яд. Не бойтесь Его, Но продолжайте Свои усилия. Когда же Сбитый Океан Породит На свет Всевозможные Блага, Не будьте Алчны, Не спешите Завладеть Ими И не Поддавайтесь Гневу. Блаженный Шука Сказал, Огласив Свою Волю, Безгрешный Властитель Исчез Из Вида Богов И Вселенная Вновь Заволоклась Богом Раком. Брахма И Шива Почтительно Склонились Во след Всевышнему И Возвратились В свои Обители, А небесное Воинство Направилось На поклон К повелителю Демонов Бали. Завидев Недруга, Военачальники Демонов Созвали Свои Полчища И Обнажили Оружие, Однако Прозорливый Сын Вероченный, Угадав Миролюбие Богов, Велел Своему Воинству Остановиться. Могущественный Государь Пригласил Предводителей Небесной Ратии В свои Палаты И В окружении Обогатившихся Недавними Набегами Вельмож Стал Расспрашивать Гостей О цели Их Пришествия. Умилостивив Властелина Трех Миров Ласковыми Речами, Небесный Царь В знак Примирения Предложил Совместными Усилиями Изготовить Чудодейственное Снадобье О котором Ему Поведал Создатель. Предложение Сделанное Индрой Сразу же Понравилось Бали И его Помощникам Во главе С Шамбарой И Ариштанеми А также Всем остальным Жителям Трипуры. О сокрушитель Врагов Впервые Сотворение Вселенной Боги И демоны Заключили Мир И соединили Силы Для достижения Общей Цели. Могучими Как удавы Руками Воинство Тьмы И Света Ухватили Великую Гору И Оторвав Ее От земли Кряхтя И стеная Понесли На берег Молочного Океана. Но Не пройдя И половины Пути Тысяча Оки Индра И владыка Темных сил Бали Со своими Витязями Стали Изнемогать Под тяжким Грузом Пока В конец Обессиленные Они Не выронили Золотую Глыбу. Рухнув Наземь Она Погребла Под собою Несчетное Число Богов И Демонов Оставшиеся В живых Израненные И покалеченные Старатели Пали Духом И Безмолвствовали Тогда Всеведущий Владыка Предстал Перед ними Восседая На спине Царь Птицы Горуды Одним Взглядом Он Вернул К жизни Погибших И Залечил Раны Живых Обрадованные Они Смотрели Друг На друга И Дивились Своему Чудному Воскрешению Как Пушинку Вседержитель Поднял Исполинскую Гору И Поместил Подли Себя На спину Своего Верного Возницы Прибыв К берегу Океана Господь Опустил Золотую Гору В белые Молочные Волны И Вилял Горуди Удалиться Молочные Волны Волны Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok